За счет специальных хелатных осадителей, например, этилендиаминтетраацетат, его используют еще в таком виде, это же кислотный буфер, он способен удерживать pH в определенном диапазоне, где могут раскрываться различные реакции, протравливаемый поверхность зуба или используем его как индикатор. Кости отдают свой минеральный компонент без потери органических свойств. Этот механизм очень интересный. Отдавая при этом, межклеточное вещество раскрывает огромный потенциал тех соединений, которые содержатся в запечатанном минерализованном виде. Я говорю, конечно же, о доминерализованных трансплантатах именно компактной кости, поскольку они содержат различные биологически активные соединения. Один из коллег мне сказал, когда я его спросил, что это такое, он мне сказал, что это какой-то неудачный дизайнерский ход. Это структура компактной кости. Она имеет характерную организацию. Это гаверсовая система, структура на единице компактной кости. Это гаверсов канал с сосудом кровеносным. Кость растет оппозитным методом, уже на поверхности имеющейся кости. Ученый по фамилии Хэм в 1952 году открыл очень важную цифру. Он определил, что клетка кости в минерализованном состоянии может быть живой, только находясь вблизи сосуда на расстоянии 0,1-0,2 мм. Это ключевая цифра регенерации и любой пластики, связанной с соединительной тканью и костной в том числе. Поэтому либо он лежит в канале, либо он находится в свободной полости, в строме где-то. Всегда должен быть кровеносный сосуд. Тогда кость компактная, ну или губчатая, соответственно, тоже в минерализованном состоянии будет жить. Проводя любую костную пластику, вы должны понимать, откуда там образуется сосуд на расстоянии 0,1-0,2 мм. Или как мы его там можем сделать. И главное, Хэм определил, что эти сосуды лежат в канале. Это одна из иллюстраций его работы и монографии. Здесь изображена клетка костной ткани, недавно образованная, о чем говорит сплющенность ее. У нее большое ядро, она содержит много хроматина, которое активно действует. А это плазматические отростки с соседними клетками, соединяющие активно лакуно клетки остеоцита с другими лакунами клеток. А вот эти две структуры, это сосуды, расположенные в канале. Вот это эритроциты и вот это эритроциты. И Хэм доказал в 1952 году, что остеоциты всегда-всегда лежат на расстоянии 0,1-0,2 мм. Кат-капилляра, хотя бы самого маленького капилляра, который находится либо в канале, либо на поверхности. И это ключевая цифра поддержания способности костной ткани живой в кальцинированном состоянии. Поскольку через минерализованную кость сосуды не растут. Им надо сначала разрушить этот матрикс минерализованный. Либо это происходит путем образования остеоклассов. Это более длительный период, потому что должны слиться клетки тканевой. Моноцит должен выйти из ткани, образовать конгломераз с двумя, тремя или большим количеством клеток. Звук остеокласса содержит от 2 до 100 ядер бывает. Либо это должны быть клетки крови. Но тогда объем, потому что моноциты и макрофаги также обладают аналогичной активностью. Они просто меняют свою ориентацию. Приходят лизосомальные ферменты, которые активно лизируют кость. Но масштабы этого очень маленькие. А пока образуется остеокласса, пройдет много времени. Какой из этого следует вывод? Что должно быть питание, не может так образовываться кость. Исходя из этого, мы всегда перфорируем компактные структуры блока, принимающего ложа. И думаем о том, как делать это более тонкой структурой и как можно более чаще. Для того, чтобы площадь поверхности, площадь контакта, а как следствие эффективный объем, он был выше. Мы тем самым повышаем кондуктивность. Одной простой манипуляцией мы перфорируем компактную пластину. Вот так выглядит клетка костной ткани в деминерализованном состоянии. На самом деле очень хороший препарат, выполнен давным-давно. А это плазматические отростки, такие, видите, многочисленные. Как много транспорта газов надо, да? И какая вообще плотная сеть клеток окружает каждую костную клеточку, соединяя их в единое целое. Поэтому кость живет очень долго и не умирает, даже при больших травмах. И в организме эта ткань при наличии сосудов является приоритетной. В мышечной ткани, в соединительной ткани именно образуется кость при наличии сосудов. Ученая по фамилии Хиггинс в 1973 году привела пересадку стенки мочевого пузыря, где переходные эпители, в мышцу. И наблюдала образование костной ткани, а не какой-то другой. Поскольку кость растет всегда только оппозиционным механизмом, то и на предшествующей поверхности. Поэтому нам нужна уже живая кость. Почему мы собираем клетки аутокости, именно губчатые? Потому что они молодые, они сплющены. У них есть вот эти ядра, хроматин, РНК, рибосон. Они имеют больший потенциал к регенерации. Здесь изображена клетка, недавно дифференцированная, поскольку об этом говорит количество матрикса, которое она синтезировала вокруг себя. Поскольку еще не все волокна коллагена погружены в матрикс, клетки по мере созревания остеобласты, они выделяют волокна коллагена, волокна эластина, они выделяют различные морфогенетические белки, еще много-много различных соединений, а также поглощают из крови гидроксиопосит кальция, который в дальнейшем, перерабатываясь, превращает в биологически активный. И он оседает уже на волокнах коллагена, образуя характерные кристаллы. А поскольку матрикс кальцинирован, клетки не способны делиться методически, потому что запечатаны в очень плотную структуру, в которой передвижение невозможно. Мы не можем выделить даже остаток жидкости из костной ткани. Но так изображен канал сосуда, вот он имеет характерные края. Это гаверсов канал, который лежит в губчатой костной ткани. Видите, мы видим участки тарабекулы, краевые. Это говорит о том, что это губчатая ткань, они компактные. Мизанхимальные клетки, они также могут залегать в соединительные ткани. И в принципе в норме присутствуют именно те, из которых образуется костная ткань. Поскольку им для этого необходимы всегда кровеносные сосуды. Вот так выглядит компактная кость. Причем вот эта часть, ее более компактная, чем вот эта. А также есть подозрение, что структура вот там, она мертвая, она целлюлярная. Либо так был сделан препарат. Потому что здесь клеточки имеют, во-первых, более интенсивное окрашивание межклеточного вещества. Там оно менее интенсивное. И здесь есть участки ацеллюлярные, где есть лакуны, но в которых клетки не содержатся. Вариант первый. Либо это компактная кость, а там часть она ближе к губчатой. Либо здесь участок трансплантата, который был интегрирован вновь образованную кость. И в дальнейшем компактизировался. То есть это, например, может быть область замыкающей компактной пластинки. Аналогичная структура. Мы наблюдаем клетки компактной кости, расположенные радиально вокруг гаверсового канала, который находится в центре. И мы имеем всегда у кости замыкающую характерную компактную пластинку, ограничивающую костную тробеку. Здесь очень интересно, через клетку прошел сосуд именно в этой зоне. И вот там тоже. Развитие кости это всегда у стеогенез. У стеогенез возможен только в одном случае. Если у нас есть живые костные клетки и наличие сосудов, то во всех остальных случаях из одних и тех же клеток будет образовываться либо хрящевая ткань, либо ничего. Там будет мыть, если это материал, тогда будет оставаться материал. Поэтому материал остается не тогда, когда он плохой, а какой-то не тот. Оттуда просто сосуды не проросли. Либо были недостаточные перфорации принимающего ложа и заросли отверстия, которые мы делали. Либо очень слабый регенераторный потенциал пациента у него у самого по совокупности факторов. А еще есть такой процесс, который называется оссификация. Чаще всего и в норме он происходит одновременно с минерализацией. По сути это окостенение. Окостенение первое может происходить из хряща. Если это растущие кости, например трубчатые, и они образуются вторично из кальцинированного хряща. Либо в норме происходит оссификация, когда идет образование на поверхности существующей кости, новой кости, из мезонахимальных клеток. Оссификация может быть либо энхондральная, то есть расположенная в глубине хряща, либо энтромембранная, ограниченная двумя структурами. Мы чаще всего занимаемся энтромембранной оссификацией. Энхондральная это физиологический процесс, но она происходит в норме сама по себе. Сначала образуется первичная кость, потом она заполняется хрящом, потом в ее центре образуется костный мозг. И из вот этого хряща кальцинированного вторично, так например образуется головка бедра, самая прочная кость в организме человека, потому что она выдерживает всю массу тела. У нас формируется первично костная почка или центр окостенения. Это два кровеносных сосуда, которые обычно расположены вблизи. Вот здесь вблизи расположены клетки мезонхимальные, они специально туда приходят к колонии, и одна из клеток отделяется, и тем самым происходит здесь центр окостенения. У нас образуются первичные клетки, остеобласты, которые соединены между собой плазматическими контактами. Они имеют сосудистое питание, и еще активные клетки, которые способны давать также новые генерации остеобластов. От ростки остеобластов по мере синтеза матрикса сначала утолщаются, а затем немножко уменьшаются, приобретая конечную форму. И органическое вещество отделяет постепенно эти клетки между собой до конечного состояния, и потом наступает минерализация. Наступает кальцинирование, и этот матрикс становится плотным, твердым, с этой костью уже ничего не произойдет. Центр окостенения всегда-всегда возникает рядом и вместе с сосудом. Это не ошибка. Он возникает вместе, где есть сосуд, и вместе одновременно с ним. Не бывает такого, что они раздельны. Поэтому имеет смысл использовать капиллярную кровь, которая является идеальной средой и содержит все факторы для того, чтобы, например, замешивать какой-то материал для замещения дефектов. Продолжение следует...